как мы с кастрацией кота переключились на такую глубину я думаю это влияние мегалополис но не знаю потому что наворотили там давай подожди да во первых здравствуйте дорогие товарищи с вами опять дмитрий андрей пригодич и юрий таргей везде когда и говорить мы сегодня будем про фильм мегалополис до мегалополис не мегалополис нет его поле потому что там мегалон полис конечно мы долго выбирали этот фильм потому что но сейчас особо так вроде фильмы есть на что сходить но убежать кидаться в кассиры деньгами и вообще не хочется большому счету как-то и это вообще вообще тенденция с кино у меня такое давно уже как-то вот редко бывает такое что нужно идти смотреть кино да нет на самом деле зачастую не нужно такое ощущение что не нужно ну вот да все таки мы выбрали до этого этим джокером джокер 2 битл джоус 2 решили за оригинальной айпи все-таки затопить до на джокер 2 имеет как бы так не совсем лучшую репутацию надо нам данный момент по деньгам собрал тоже не больше чем это и мы провалились мы решили немножко под подождать а битл джоус собственно хотим посмотреть но надо посмотреть первое чтобы было ну то есть это все-таки прямой сиквел как-никак вот но свяжите община и если же чего чего все было как она была и это же первый фильм первый фильм этого тима бертона который а это вот как бы и его крайний фильм битл джоус не первый его фильм но второй если бы точно но первый где уже у него сформировался вот бертоновщина пошла вот в этом плане точно первый художественный стиль да а миссия титан мне нравится космос я обожаю космос я бы сходил на него но учета как-то я бы сходил на него не в первую очередь потому что как-то трейлер меня не убеждает вот с этим с брэдом питом фильм я же забыл как звался адастра адастра да на вот он реально меня убедил он конечно оказался не совсем о том что показывал в трейлере сказал оказался не твердой фантастикой скорее очень мягкой и психологической но тем не менее фильм второй раз было приятно посмотреть да и первую тоже было приятно смотреть нам первый раз было просто confusion такой не понимая аниме типа я пришел с одним ожиданием потом ушел с другим а когда второй рассмотрел тогда все отлично или делать в общем я уговорил дмитрия уважить деда нашего все моего по крайней мере все фрэнсиса форда коппола человеку 85 по моему лет или 86 но он понял что он устал он ухожу и хочется после себя еще что-то успеть сделать ради того чтобы снять этот фильм поскольку он зарекся работать с голливудской системой он продал свою виноградниковую винную в общем империю виноградной да да потому что бюджет у мегалопа колеса 120 миллионов это без учета остальных расходов хотя не особо понятно я бы не сказал что все деньги на экране если честно ну наверное за актеров там много всяких актеров не последнего эшелона не так что прям таких так много и такие дорогие в общем да и он написал сценарий к этому фильму начал писать я думаю что тут уже все сильно переработано еще восьмидесятых и в 2001 году было отснято 30 минут материала с робертом дэниро леонардо декаприо умой турман и многими еще другими персонажами и это было накануне событий трагедии 2001 года 11 сентября и там как раз сценарии большая роль была террористической атаки на этот новый римский нью-йорк они поняли сказали поэтому просто свернули весь этот проект и вот отложили еще на 20 лет практически и а тогда это было за его деньги ли он как бы просто промо сделал такое чтобы предложить до вас вот я не уверен какие там были ну нет тогда было не за его деньги это жила хотя он не первый раз уже говорит факел спилберг и вся голливудская система чтобы меня там управляли и говорили мне как нужно снимать этого делать не буду он это делал в моем любимейшем апокалипсисе сегодня на один из моих самых любимейших фильмов замечательные в кино который вообще и он тогда тоже заложил все свои оскары за крестных отцов практически влез в долги заложил дома у него была большая семья папа приходит и говорит дети но если я обосрусь то все что у вас было всего этого больше не будет и пять лет или сколько там они в филиппинских джунглях в малярию жару и непонятно как снимали апокалипсис сегодня пять лет пять и по моему как этом был чудовищный кит сроки все растянулось там еще помогут было гражданская война те вертолеты которые выдавали по долгам должны были лететь бомбить круку это мирное население в другое место которое для съемок выдавали хотя может я со взводом какие-то детали путают истории но там тоже было забавно да и то есть до поставил на кон все и выиграл он тогда и у него же была ситуация с другим фильмом не помню потому что не смотрел его какой-то который вообще не зашел а у попалы таких фильмов тоже хватает где он тоже поставил все свои деньги на кон заложил дом взял кредит в банке и фильм провалился и он потом еще лет 10-15 должен был снимать просто до вернуть долг вот мы не будем забывать что трансис форд коппола помимо крестного отца который от великая там превеликая я крестного отца не проникся никогда целиком не видел как-то вот у тебя как ты я уважаю но такое чтобы вот прямо сяду и не могу оторваться такой нет ты говоришь про крестного отца но ты говоришь я но у меня наверное такая же ситуация как бы возможно это что-то очень американское потому что это как однажды в америке что-то и становление американской цивилизации такой вообще знаешь таком и карте не было бы крестного отца не было бы паладины фильмографии скорсезе не было бы бригады много еще чего другого ну да то есть то есть это какое-то такое очень глубокое в американской культуре там несмотря про то что итальянцев американских итальянцев рассказывается ну сильное поведение да и это же получается три поколения вот когда там но сам крестный отец его сыновья и вот потом уже последняя сальпачино где он там с дочерью да вот это вот которая надо ну в общем эпично эпичная тоже была какая-то веха в кинематограф да но я к тому что почему нас это не торкается настолько но потому что мы не бандиты потому что мы не американцы и потому что мы не итальянцы как бы это это с точки зрения фильмов это действительно веха классика которую нужно посмотреть чтобы понимать какие-то вещи в дальнейшем вот того же скорсезе откуда взялся но это не не душа берущие знаешь мне кажется чем-то в другом причина почему нас это не торкает во первых может быть по достаточно шанса не давали этому но не забывает один из самых высоко оцененных фильмов всех времен народов на амдб есть куча людей высоко интеллектуально которые даже не итальянцы и уж тем более не бандиты которые вот которых это трогает до глубины даже там тоже практически шекспировская история да но наверное да не срослось не попало и предлагаешь пересмотреть может быть надо попробовать может быть что-то может мы были молодые глупые что-то не понимали но также копола это еще и шикарнейший недооцененный скрытый алмаз под названием the conversation разговора с джином хэкманом очень крутой фильм я посмотрел впервые только сейчас недавно несколько лет назад и этот этот вариант кино тех лет конец семидесятых там тоже в этом роде когда ты смотришь думаешь ну как-то долго очень по нашим меркам так тягучий тягучий ну зачем я смотрю а потом досматриваешь до конца и думаешь я никогда этого не забуду вот настолько она послевкусие и впечатление создает очень крутое . хороший триллер как называется разговор разговор до конверсации с джином хэкманом и вот просто такой там да там есть что такое параноидальный триллер и конечно вроде как тоже не часто вспоминают этот фильм но вайп классики и культовости в нем есть это дракула брэма стокера с отличным гарри олдманом в роли дракула да но киану ривз там мне кажется немножко портит всю эту малину он там не очень хорош при своей любви к нему но именно визуальная вот это вот эстетика не до как они создавали дракуна брэма стокера ну это круто это тоже в анналы мировой культуры было вписано не что-то в концовка там помню не очень понравилось но она такая классическая там но его убивают то есть она по классике готических романов что ты как раз таки смотрел то есть прочитал книжку потом посмотрел фильмы и в какой-то момент вот этот мне щелкнул что не получил книжку лучше да но нет как бы у него великолепно эти визуальные образы особенно рада каина фото каин вот я щас к этому дракула в этом образе красный бронем это явно патологическую броню взяли в этом legacy of кейн владаумен вот этот вампир каин который явно нахватался из всех дракуловских историй вот ну скажем так если на тебя конкретно отдельно на твой фильм снимает пародию мэл брукс я сейчас о фильме где лэсли нильсон играет дракула дракула мертвые довольны это показатель того что импакт на культуру был шамел брукс как бы тоже не последний человек в голливуде да в общем дядька с мощным следом кинематографической истории дядьке 85 лет дядька решил ва-банк перед смертью хочу и вот мне кажется это чувствуется когда смотришь фильм такое ощущение как будто бы с тобой разговаривает с одной стороны очень мудрый но с другой стороны очень старый человек и местами ты прям чувствуешь вот эту вот какая-то мудрость есть а местами чувствуешь такое уже ну деменцию или какой-то инфантилизм уже старческий то есть местами было ощущение у меня что вот так наверное работает мозг человека в большом возрасте я бы сказал что там чувствовалось то что он да видно что там много начитан насмотрено там многие знания но чувствуется что он уже не хочет это разжевывает не хочет даже говорить как-то как сказать тебе не напрямую как-то иносказательно и так далее он такой ребята я короче что я понял за эту жизнь я вам сейчас говорю я вам показываю как есть все нравится не нравится вот я так вижу я так чувствую я вам говорю и прямо в лоб местами да прямо у меня было такое ощущение что какую-то линию линию фильма он наметил но скорее всего он там под конец уже просто хэппи-эн забахал он 40 лет у него был возможность намечать линию вот посередине он добавлял то что ему казалось важным написать что он как какие-то диалоги которые для него были очень важны личные города но это жизненно личные поэтому они могут откликнуться а могут и не откликнуться ну вот такой философский вопрос тебе целом кажется что это это монстр франкенштейна эта конструкция фильма то есть это современную нью-йорк очень по-театральному замиксован с древним римом опять же есть такой фильм сид правителя рима по шекспировской пьесе режиссер джуди не помню как она снимала фриду и across the universe театральная тоже как бы на сэнтони хопкинсом по шекспировской пьесе на в этой же вот самой стилистике решена классный фильм но там так еще прием классно показан очень по-театральному тебе это все представляют и такой ну ладно театр театр то есть это было в принципе и там тоже нацистские аллюзии были но структур напоминает чем-то пьесу шекспира в этом плане мне попустило когда я читал другие обзоры и писали что ну там такого нагромождено что там не проберешься нет узнаете возьмите вот не самые популярные пьесы шекспира да и популярные некоторые там такие же санта-барбара и перипетии между собой идут по моему там не настолько много награждено нагромождено это по-моему весьма простой фильм с точки зрения вот эта история да это с точки зрения очень простой фильм он просто несколько актов у него есть и вот это вот она идет идет это фильм не вот эта классическая путь героя скажу это фильм путешествие да это это у меня вот когда я смотрел у меня очень большое ощущение вот этот вспоминали зеленый рыцарь и вот этот вот где ты смотришь и тебя нужно просто быть внутри этого не знаю тот же stalker это тоже фильм путешествие трудно быть богом да трудно быть богом хотя ну да я понимаю о чем-то вот или вот помнишь джонни дарко второй фильм который был этот салфон тейлз тоже вообще непонятно но как бы ты вместе с ним идешь и как-то вот у тебя фильм путешествие фильм чувства тебе подсаживается странный такой дядька и начинает тебе что-то какую-то дичь рассказывать и тут уже вопрос тебе интересно слушать этого странного дядьку если он достаточно увлекательно рассказывает эту дичь что да но в общем и в целом тебе кажется для тебя работала эта структура я в определенный момент подумал что наверное это было бы лучше смотреть дома поскольку вот как раз таки это не классическая 3 окна и структура это именно вот ступеньки туда-сюда и но потом знаешь когда начал я смотри всматриваться и пытаться разгадать вот какие же отсылки там вот этот сейчас он думает это вот там некоторые очень явно были вот этот гамлет не но гамлет это понятно там что вот эти вот отсылки к нацистскому режиму вот это вот он вам прямо так показал вот этот но это прямо до прямо в лоб но мне кажется знаешь в чем фишка что история рима она велика и глубока и поэтому обчитавшиеся истории рима и римских философов фрэнсис форд коппло нашел в ней то что у нас есть так сказать в нью-эн-роу думы дуэз роман сду то есть любая цивилизация рано или поздно достигнет того что имел рим в своем и точно так же потеряет но и возможно потеряет или нет или нет как говорит нам коппло походу он как раз таки начитался этого и он понял что вот как есть определенные сходства в этом смысле что возможно вот эту цивилизация рима своем возвышение это как раз таки . какая-то какой-то момент того чего может достичь человеческий дух скажем одно соответственно инженерным инженерным достижением своей эпохи но тем не менее вот выше по вот не знаю по гуманитарным искусствам наверно уже не будет будет лишь повторение какое-то да ты часто кстати это простите за интимный вопрос думаешь римской империи ну в последнее время я занимаюсь так сказать бывает бывает да я подписан на представьте что это римский интернет там гая с анонимистом ну и про холл думаю там которые какие исторические отсылки есть так что я там на отличного товарища бушвакера подписан этой истории которые но и у него прослушала целую кучу лекции сейчас про древний египет про мезоамерику и так далее уже только сейчас поняла сколько все-таки современная культура вообще в основе своей отталкивается от древней античной вообще от античного мира греции и рима в том числе да то есть опять же на днях проходил warhammer 40k space marine 2 до что ну вот тебе они явно думали римской империи когда они явно это же легиона 20 да 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 потом господи слова то что мы используем в поседневности которые вошли в обиход многие из латыни идут да ну очень-то густо в это все и так далее и того подобного где-то же практически да да то есть да на удивление этого всего много я наверное не договорил я хотел сказать что купола обчитался и у него там просто все было собственно и вот этот перевороты сенаторов диктаторами и диктаторов переворачивали там в общем он нашел там и в истории древности и гитлера и популистов и кого только не нашел так что я просто говорю да что если это основа есть древний который везде и в современную культуру и в язык на принципе и в устройство общества во многом но западная культура она как бы является главным наследником римской империи несмотря на то что италия уже не не форца не конечно это ли форца вот вот но но уже давно не spqr вот но тем не менее как бы это все распространилось начали на европу потом на америку и собственно америка действительно это последний такой наследник римской империи как бы очень интеллектуальный выпуск я чувствую на этот развод прорядок после дэдпула гаварских два профессора в этом плане кстати есть когда фильм смотришь у тебя есть ощущение что ну как минимум человек не глупые начитанные это дело снимал и насмотренные в том числе но ты заметил как я эту параллель что он напоминает по структуру какие-то шекспировские такие пьесы как появился гамлет ну да он такой очень театральный вот как-то говорил о том что фильм снимали где переносили рим в современность ну реально это напоминает какие-то вот экранизации вот например в театре русской драмы идет каллигула или шелка на каллигула но это то же самое современность перенесли вот эту историю но просто здесь он решил еще глубже копнуть не как бы то есть вероятно была идея о том что вот это мы живем современном риме вот как бы время то тот рим но только современные вот и он решил и а как бы было если бы этот рима прожил дольше как бы если бы мы немножко углубились немножко реально более такой реалистичности хотя все равно это фабула но мне понравилось это очень сделал да там да вот это параллельно как бы совмещает две реальности вот в этом фильме тип тоже такое было когда она не они пытаются просто как например был магбет с вальфом файнсом который просто в мир военных современности перенесли на дворах спировским текстом да там кого да кстати говоря проект да он выглядел отлично но вот этот вот последний конфликт который реально был по лекалам античности ну то есть то что могло произойти в античности там последние моменты с носами не берутся но это когда так ладно ну да поэтому мне кажется что шекспир настолько примитивный перенос да да шекспир работает лучше как например в этом случае когда ты не берешь и просто переносишь шекспира зачем-то в современность а когда есть вот это вот именно театральная условность на несуть важно вот это вот именно смещение и так далее и вот в этом плане напоминает структуру многих шекспировских и начале хотел сказать трагедии на самом деле вдруг понял что нет напоминает структурно это шекспировские комедии как бы странно это не было потому что в античное время не было жанра точнее жанра комедии назывался не то что мы сейчас называем комедии смешно там пирогом в лицо или какой-то комедия положение комедия это был жанр когда все заканчивается хорошо не обязательно должно быть прям смешным трагедия и комедия то есть комедия это когда мы заканчиваем рассказ на том что все чики-пуки в принципе то есть она структурно вот это напоминает но если сравнивать тем же титом или многими шекспировскими пьесами чего мне здесь не хватало шекспировских пьесах всегда шекспир в этом плане знал как достучаться до людей абсолютно всех он тебе цепляет личностным конфликтом какой-то истории мертвый батя твой дядя убил твоего батю нужно отомстить если мы политику оставляем там есть очень пока всем понятный конфликт в своей сути там есть к обязательно кинуть отрубленные руки ноги головы и так далее призрак чтобы был интертейн и какой-то да вот очень простой конфликт очень понятный кто-то кому-то отомстить хочет спасти и так далее и тому подобное я хочу сказать по поводу шекспира что вот по моему ты мне когда-то рассказывала может быть это просто вот так вот восприятие вот со временем сложилось что шекспир это же в общем-то не знаю люк бессон своего времени там не знаю на просто какой-то чувак который делал бойные вещи я буду тарантина да да тарантина свое времени который делал простые вещи запоминающимися фишками но при этом с каким-то глубоким подтекстом то есть это было действительно тарантиновщина по-своему шекспировщина но то есть вот я здесь упомяну короткий момент то что мне очень нравится пример из того же гамлета когда гамлет говорит что офелия ты монашка ты такая вся праведная как монашка иди в монастырь все ухахатывались это была черная комедия черная шутка потому что все знали что монастырь это кодовое название публичного дома который находится через дорогу от театра glow и все такие а он назвал ее шлюхой не назвал ее шлюхой как бы как интересно то есть это это работало так и вот тут в этом конкретном случае мне вот этой вот шекспиросовской простоты немножко не хватило потому что очень много политики я не понимаю зерно конфликтов чего вообще про его нету и не то чтобы его не понимал так очень круто его нет он просто как бы констатирует факт какой-то разворачивающейся истории потому что герой адам и драйвер он не особо сомневается в том что хочет сделать он знает что он хочет сделать он хочет это сделать ему я бы рассказал какой-то мы даже не особо мешают это делать да очень минимально и конечном итоге все получается и опять же все это выглядит так как будто бы структурное одеяло сюжет фильма и политические эти все интриги они как такое очень условное прикрытие нужны фрэнсису чтобы просто сказать поговорить с нами о том как он видит будущее человечество и к чему нужно идти но в принципе он то должен это уметь тот же апокалипсис сегодня там много напряженных моментов крестный отец извините меня триллер боевик и прочее конфликт его хватает ну и и и разговор и так далее то есть он мог бы простроить сделать напряженный конфликт и главный герой борется принималась возмогает и и все-таки доходит до конца но здесь как будто бы и все это не интересует он на какой-то море сью причем создается очень странный эффект как мы с тобой говорили что хочется выйти в туалет и ты час сидишь потому что ты не выходишь хотя сюжетно сложно сказать двигатель сюжет вперед в принципе просто там навалено такой вот пелевинской густоты каких-то отсылок мета текстов мета комментариев и прочего что в какой-то момент не понимаешь я понимаю почему фильм провалился для кого это для кого там нету такого конфликта который бы четко зацеплял то есть это там там происходят события но главный герой единственное что у него главный герой действительно все получается он просто ждет что кто-то ему но даст денег он уже на вершине славы у него есть конфликт по поводу предыдущей жену но это ему не сильно мешает все равно реализует все что надо вот у него появляется новая жена появляется будущее появляется дом все вторую жену я так понял звали джейн долл на самом деле это они это было такое опять же нет нет старую жену звали сани хоуп солнечная надежда не хотели так ребенка назвать или и так звали и и так звали ну я так звали но джейн до это типа неизвестное да я поднимать тело украли да 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 но я подумал что это а я понял это была ирония я понял я думал что на самом деле я бы не удивился в контексте этого фильма да и его зовут это у вау-платином если одна может зваться вау-платином почему второй нельзя называть джейн долл вообще без проблем может такое вот в лоб и мне кажется если уж идти в эту вот в стилистику то можно они бы еще могли бы пусть они все бы и поэмами стих стихами и говорили каким-нибудь я думаю фрэнсис цитатами древних то фрэнсис давай не будем мелочиться давай уже полные стихи наш дядя самых жестких правил и так далее кстати говоря ниш начали говорить этими он начал говорить стихами то моя он вспомнил она вспомнила стихотворение софой кажется да 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 и как бы вот то вот не полноценно что вот они вспоминали какие-то цитаты но могли бы гораздо больше этого дела так сказать из разряда что вот это в их стиле говорить вот такими вещами ну да ну для меня основной конфликт в отсутствие явно четкого конфликта то есть эти персонажи за этих политические перипетии знаешь у тебя такой сижу я понимаю что я там пришел сегодня вот снял у меня был белый джемпер но он был грязный я толком не успел помыться вот проблемы моего уровня на проблемы которые там фрэнсис форд решает я понимаю что я то вообще как бы отчет маленький гоголевский о чем вы там говорите дяди сверху иллюминатор решающие судьбу человечества и поэтому хотелось какой-то личный вот это вот истории потому что не сопереживать не понимать что там у них до конца происходит не получается сложно при этом слушать и смотреть это все дело интересное да 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 я вот на как раз накануне посмотрел гаммлета были онегина сарико андреасяна у меня кофе закончил причем знаешь его было интересно смотреть потому что в основе был отличнейший ну как сценарий первооснова было отличнейшее это пушкина и евгений онегин который немножко образы образа и чили там сильно все персонажи добавили год кофта до лет двадцать это увеличили два раза чем надо но это не принципиально потому что актеры актеры молодцы но вот и ну как не принципиально ускорить либо ромео джульетта было 65 каждому эта история работала быть также за ними было приятно смотреть они хорошо отрабатывали а вот сарик андреасян это режиссеру уровня бога только от какого бога чернобога без расизма это сарик андреасян это очень посредственный режиссер который которому над сериалы снимать среднестатической россиянский и документалки от star меди вот там он просто блистать будет посредственный режиссер на гениальный продюсер видимо где-то он как-то видимо он не имеет 100 рублей но имеется друзей так сказать так вот я хочу сказать что по сравнению с этим я смотрел мегалополис и мне было интересно смотреть вот именно как сделаны кадры как вот этот как поставленная ну то есть как как фильм сам движется внутри себя вот потому что вонегин например просто был статичный кадр и вот как бы это главная фишка вот этой вот конкретной сцены что она там красиво стоит красивая фотография просто чтобы красиво да 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 а там реально там и разделение экранов было там и вот намешанных на всего чего да я вот думал насчет того что но я тут пару минут назад говорил о том что если бы они еще говорили больше немножко римскими цитатами каким-то цитатами от римских поэтов там историков и так далее но как бы знаешь как у нас поговорки да вот таки у них бы вот этот именно римская культура гола гораздо глубже бы в их речи как бы поведением больше откликалась но я подумал о том что все таки это он обозвал это фабулой и в общем то она действительно как но то есть не фабула басня любого ты именно как басня реально и выглядит то есть чтобы делать из нее только реально такой погружающийся фильм надо было больше шлифовать больше делать причем что интересно если я не ошибаюсь могу ошибаться по моему фабула то ли переводилась то ли ну как бы в коннотации басня в чем суть басни что это норовоучение да что басня это именно норовоучение о том что такое хорошо и что такое плохо как делать нужно и как делать нельзя я думаю к полу тоже дает себе отчет в этом но я понимаю чем ты говоришь у меня было ощущение что что-то в этом способе подачи как будто бы не докручено как очень центральная как будто бы что-то в этом одновременно и чрезмерно и не до конца да извинишься эти перебиваю это именно то что тоже думаю я бы сказал что это как театр или фильм который изначально ставить себя как и я норовоучение я вот не реальный взгляд в этот мир да я вот они действительно одевают вот эти красивые одежды одет дизайнеры одежды там офигенные вот впечатление наше почтение это действительно такое смесь римской культуры там вот этого ток современной современности как бы если бы если это по появится в реальности я позже почему не по 30 зачем я не по 30 не гражданин рима вот но тем не менее вот тем не менее это не ныряние туда это именно вот вот стаканчик впереди я не думаю что театральность это что-то плохое обязательно в негативном контексте да просто вот я например смотрел на этот мир во первых что меня поражал у попала он работал с очень крутыми операторами за свою жизнь там что для дракулы что визуально атмосферно как выглядит там тот же апокалипсис сегодня ну это просто очень круто а тут такое ощущение например оператору вот свою часть чтобы выставить выстроить эту вот реальности картинку как будто бы не был ему нужен или он не хотел ни с кем договариваться или что-то в этом роде потому что не хватает мне кажется можно было этот мир показать более убедительно ну ладно если он не должен быть убедителем то менее убедительно но в какой-то как сказать не более вкусно что ли вот например я представляю как бы показал эту реальность тари гильям я вижу что это было бы круто если там от бразилии отталкиваться какой-нибудь ладно другой но есть способы как-то такое ощущение немножко как последний матрицы было когда ну там ну сделайте визуал но схематичненько но то есть вроде как красивый фильм но идеи какой-то мне просилось больше за вот этим выстроенным миром но другой стороны басня фабула такое ощущение как будто бы его не интересует чтобы этот фильм был чтобы этот мир был достаточно проработанным интересным даже с визуальной точки зрения он его как бы намечает очень просто да ну концептуально наверное или денег не было я бы сказала вот говоря про театральность наверное я бы сказал что это не то театральное что вот как бы там актеры где-то там переигрывают или но не переигрывают как по театральному играет а в том смысле что это фильм который четко ставить тебя в рамки что вот у тебя есть четвертая стена и ты сидишь перед ней если бы это какой-нибудь не знаю оливер стоун снимал ты будешь как раз как был соучастником вот этих вот да ты бы эмпатически был бы на вместе там с главным героем с его переживаниями здесь ты смотришь со стороны да ты смотришь и реально вот коробочку у тебя вот эту и ты вот в нее глядишь что опять же я не понимаю мне это нравится или нет даже как этому относиться потому что иногда это тоже даже интересно когда мы с дистанцией нам все время напоминают о том что ребята это фильм ребята это театр ребята это не реальность и время об этом помню оставайтесь в своем рассудке пусть вам не нужна эмпатия и так далее вам нужно ваш рациональный ум посмотреть и увидеть что я вам предлагаю хотя вопрос а что он предлагает я думаю это его размышления о будущем через призму прошлого а еще про про то что рим то что я хотел упомянуть но забыл то что при том что они не сильно углубляется но вот это поведение общества такое очень сексуализированное это реально римское поведение римляне были очень сильно помешаны на сексе ну как помешана ну короче инстаграма пока не было поэтому не рисовали член на стенах ну и тоже думали куда его пристроить любой возможности ну да но вот это вот франкенштейновская сшитая вся история я вот говорю не знаю как и относиться все вроде бы как правда интересно заставляет задуматься а ну смотри вот вспомнила с какой мысли мы соскочили концовка то есть это просто как будто бы он говорит да пусть я старт считайте меня маразматиком я хочу снять фильм про то как все заканчивается хорошо из того что есть может получиться хорошо просто ребята я верю в будущее так понимаю он говорит но может быть он не не верит в будущее он не хочет верить но он хочет хотел сделать позитивно это как тарантино я хочу убить гитлер я убью гитлер у меня была ассоциация когда мы смотрели только наверное не с бесславными убитки больше а с однажды в голливуде а да когда мы как бы программируем только тарантино там ирия перри я программировал прошлое на как будто я хочу чтобы просто развивалась по этой ветке вселенных а он программирует это мое кино я хочу так как хочу так и делаю он программирует настоящее да как будто бы он программирует настоящее ну такая вот бесконечно я не знаю интересно как что будет с этим фильмом получит ли он когда-нибудь какой-нибудь культовый статус недооцененного сейчас он провалился с треском попала весь в долгах как шелкат я думаю уже все равно насколько он так много цитирует римскую империю я думаю он в курсе как что александр македонский говорил я ухожу из этого мира с пустыми руками ему виноградники на этом свете уже не понадобится он понимает что долго ему не осталось ну да наверное тут этот момент того что он делал то что хотел все равно фильм интересный я хочу сказать что я приятно удивлен то есть я был рассчитывал рассчитывал на то что он будет более невменяемым фильм интересны тем что сидишь и если у тебя достаточно интеллектуального бага багажа и ты можешь найти какие-то параллели то есть вот мы задумывались кого там отображает героя лабафа это нейрон или каллигула или там кто вот эти вот кто из современности то ли сам шай лабаф то есть тут такие двойные двойственные параллели древний рим и современная америка и вот поскольку родственную даже древний рим современная америка нацизм нацизм это там скорее так была обозначена обозначена потому что в истории рима я говорю в истории рима было все там были вот эти вот популистские погромы и потом и потом цезарь вот и с этой точки зрения интересно разгадывать что что пытался туда впихнуть копола какие свои жизненные ценности какие исторические ценности он хотел что он пытался запрограммировать этими именами там цезаря как его звали адама драйвера да как алистина решетом лицу к каталина каталина нож каталина и типа катализаторы черт его знает я бы не удивился вот там же раз напомню вау платину вау платин сами кажется что писал сценарий двенадцатилетний подросток да но но когда в некоторых местах там такие именно то тебе какой-нибудь супер мега философский пассаж что идет какое-то приобребячество но может и поздно вау платином и типом максима это там имя проститутки эти отличные актерские работы некоторые обре плазу очень понравилось кратия максима вау плотина шайл обав тоже такой до ларит ненький за ним приятно смотреть за неприятно смотреть хотя он играть неприятного человека имя коры через него опять же попала какие-то свои политические взгляды на какие-то моменты транслируют в общем да значит мне хочется вот все это действо описать словом по-английски есть выражение которое довольно таки мне кажется хорошо подходит it's a mess but it's a beautiful mess то есть как цельное произведение мне кажется местами все это дело трещит пердит разваливается по швам но наблюдать за этим действом интересно да что то в этом есть это заставляет опять же да мне кажется наверное этот фильм все это не зайдет тем у кого нету какой-то определенного уровня начитанности и багажа да и вот кстати заставляет задуматься можешь почитать что-нибудь из петра арки да 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 там всего в общем дядька настолько хотел транслировать мысли свои просто пообщаться со зрителями просто сказать ребята вот вот все что у меня есть все как я считаю весь свой опыт который с аккумулированных копил хочу сказать но поскольку вам быть не интересно смотреть фильм если просто выдачу перед камерой и буду вам два с половиной часа что-то рассказывать давайте мы сделаем вид что это фильм а не лекция давайте мы его как-то немножко во что-то завернем чтобы она притворялась фильмом да ну вот концовка меня обескуражила примерно так же как свое время концовка однажды в голливуде нужно такое все будет хорошо просто фильм с какой-то обескураживающийся простотой говорит все будет хорошо а еще концовка параллели навела у меня чем-то на космического одиссея 2001 кубрика ну да это ребенок ну чем-то да так относительно там был милое существо там кубрик линч был только не в этом кто там еще был кого-то упоминал сам ядаровский на да да но опять при этом некоторые сюжетные линии обрываются прям чувствуется что там что-то со сценарием происходило дастин хоффман кто он где он бац а он уже мертвый неважно неважно мы с ним еще не разобрались он уже куда-то где-то умер да ждите режиссерской версии на пять часов кстати я насколько я читал первоначально хотел фрэнсис форд копполу на роль этого цезаря кристиана бейла хотел кристиана бейла не знаю даже как прокомментировать почему там не взрослось и интересно чтобы это значило для кристиана бейла но адам драйвер у него вообще какой-то отдельный прикол скажу так грубыми уже словами попроще это вкидываться в какие-то проекты которые разрабатываются очень-очень долго чтобы их спасать это было стари гильямом с человек который убил дон кихота это же адам драйвер сыграл главную роль и это было еще по моему там с какими-то с теми же звездными войнами которые тоже долго разрабатывались он поднимал много проектов которые там долго-долго мурыжили мурыжили никак не могли замурыжить последняя дуэль ридли скотта и и так далее то есть одному драйверу респект пресс f2p респект потому что он работал и с джармушами и с гильямом с пополой и с этим которые француз забыл как его он там где мюзикл а ладно неважно в общем фильмография у него подобралась богатая и большинство этих фильмов полностью провалились треском я удивлен что адам драйвер еще на плаву вообще раньше я думал не просто хорошая репутация как актеров раньше 90 80 в голливуде два таких вот и на чаще всего один мегалополиса в твоей фильмографии и все давай до свидания ну тогда и были фильмы там более простые но есть наверное так что другая система по моему изменилась голливудская потому что раньше как было вот условно джина дэвис да не донди недо набрал долгий поцелуй на ночь с треском провалились остров головореза в 90 все после этого джина дэвис уже больше нигде нормальной роли не снималась не получала была элистером когда-то а сейчас посмотри то есть там какая-нибудь зенда и так далее 2-3 фильма кассовый провал ничего и все равно продолжают снимать лоббировать изменился какой-то подход что-то изменилось ну по-моему это хорошая система смысле как она стала сейчас да потому что но как бы актер может быть реально выполнять свою работу давни какой-то плюс резон и есть на актер может реально выполнять работу это как бы проблему вот именно постановки может быть а не того что он плохо те актеры которые плохо себя ведут так сказать и делают они и так и бывает ну не всегда но да иногда наверное в общем да в этом плане сложно не думать об этом опять же со стороны как вот вне голливудской системы сделан фильм как человек хотел и прочее и этот фильм никто не посмотрел этот фильм ничего не соберет этот пример вряд ли вдохновит кого-то идти по стопам и делать что-то подобное это случай уникальный да потому что я не знаю никаких других примеров по-моему нет мировой истории опять же те которые были примером мировой истории это был это же самый режиссер фрэнсис форд коппола которые вот так бы на таком уровне поставить позволяли себе это делать хотя справедливости ради глядя на этот фильм я не понимаю куда там было вкидано 120 лимонов потому что графика там вообще не передавая ее много да я насколько понял там еще проблема была в том что в какой-то момент в середине постановки этого фильма без арт-директора остался фильм потому что фрэнсис коппола их уволил потому что фрэнсис форд коппола для этого фильма хотел использовать эту технологию лед экранов как для мандалорца ему сказали дорого давайте на зеленке он уволил и сразу мало зеленки но в общем сложно было сложно процессе и это как мини титаник это как титаник в мире кинематографа такого практически никогда не было и вот это сейчас случился этот фильм и такого практически скорее всего еще очень долго не будет может быть это не самый тот фильм который захотите много раз пересматривать которые вот так вот на выходных или ты включишь и не сможешь оторваться но интересно ли насчет его думать и говорить я думаю да да мне интересно посмотреть и попробовать понять что хотел сказать этот человек практический фильм это просто высказывание коппола о современном мире и о том что он считает главным но что он думает об этом мире и какие ценности он выделяет приоритетными для себя да это это манифест я не сказал манифест это его финальный манифест после которого ему наверное уже не интересно ничего больше скажем так даже не удивлюсь если ему прямо осталось после этого совсем недолго потому что мне кажется гештальта все с этой планеты уже закрылся этой реальностью хотя обрати внимание какая странная разница вайбе например условно это скорее всего будет последним фильмом коппола вот так он выглядит он такой энергетикой с таким посылом и да и вспомни последний фильм балабанова я тоже хочу сказать каким месседжем уходил балабанов условно каждый увидел и понял на этом свете что-то свое идут копполовский месседж идет в разрез с месседжем балабанова более гораздо жизнеутверждающий но скорее как ты говорил это не то чтобы жизнеутверждающие у него аналогии с римом явно не просто так он тоже за скорее видел в этом что цивилизация загибается по крайней мере в той мере как какой она сейчас представлена но он очень хотел бы чтобы вот будущее было немножко другие да хотя мне по фильму кажется он даже не особо тримскую цивилизацию осуждает просто приберет берет как данность отдавая что это что-то эпичное что вот просто так как есть так как как мы говорили о том что это одна из вершин человеческого искусства скажем так гуманитарного общества и мы просто повторяем эти пути и вопрос там мы пройдем эту точку дальше или просто вернемся на какой-то определенный этап и вынуждены но как бы инженерные науки у нас подымается а вот будем ли более человечными неожиданно мы сейчас есть и да и нужно ли это и прочее тому подобное там наверное и какой то есть тоже геополитические гуманитарные точки зрения там дар при природные посыл и прочее тому подобное я думаю что если бы у копала получилось это снять лет на 30 раньше это тоже бы провалилась но возможно это было бы чуть более компактная чистая такая сконцентрированная история потому что в принципе это так говорил заратустра да вот именно попала и по манере повествования чем-то напоминает меч вспомнилось когда я начал изучать достоевского братья карамазово и это чем-то напомнил напомнило мне тоже брать в карамазовых достоевского потому что достоевский уже у него были когда он писал у него там какие-то то ли опухоли то ли что было он периодически вырубался терял сознание просыпался снова писал и по братьям карамазовым это очень сильно чувствуется потому что это такой разрозненный неоднородный механизм когда просто он отвлекается от основной идеи романа начинает вдруг беседы с дьяволом тебе страниц 40-50 откуда из-за чего что с тобой дядя что там у тебя происходит как-то на топорщила то есть она нету компактности этой структуры но при этом ты понимаешь что это человек который много думал много вкладывал и что-то искренне хочет сказать насколько его готовы люди услышать сделать какие-то выводы и если вообще у кинематографа сила в том плане чтобы как-то зарядить людей на какое-то направление движения это вопрос которым которые не знают знаешь что мне кажется что все равно скажу что если бы это не был последний фильм купола фильм был бы чище потому что когда он воспринимает это как крайнее свое произведение что скорее всего после него уже не доживет до какого-то он действительно начал бросать в топку в текст все что он хотел все что знал вот этот вот наш вот как бы дописать дописать дать на вот и поэтому у него вот эти вот неравно неравно родные части не такой чисто сценарий получился он открыл шуфлядку знала да и такой а там 10 сценариев он такой ребята короче я не успею можно было бы снять 10 фильмов но время 10 папок забита да просто давай все вместе сразу после если он снимал до 30 лет назад даже если бы это провальный фильм он был подумал о том что вот у меня еще будет время чтобы снять еще какой-нибудь если я чуть-нибудь не до скажу я могу быть более конкретно в каких-то местах более так четко очертить идею того что я хочу сделать а тут реально вот такой вот большой вброс наверно с этой точки зрения этот фильм и стоит оценивать и смотреть когда вы будете там предлагаю взять бокал вина а лучше бутылочку виноград позу римского по 3 винограда чтобы делать на кто-то вскармливала вам его на подушке с кальяна желательно очень дорогом интерьере и тогда это прямо будет эзотерический опыт да согласен на еще и лоровый венок так вот в общем подводя черту мне кажется это кино не для всех но и мы тоже знаете ли на кино путешествие если вы в нем войдете то путешествуйте с ним не ждите вот конкретных конкретных мыслей конкретных вот этих это более такая размытая то река которую войдете потом когда-то выйдете вот так получилось у нас настолько же целенаправленно насколько у кого-то вода а еще помнишь этот советский спутник который взорвался но видимо это и была явная замена на тему террористическое на кино явно но интересного тема что выбрали советский спутник вот современные интересно что за мир он там все построил голове или это просто такая отсылка к тем временам когда он начинал писать когда еще угроза советского союза было явственно это я даже не знаю ядерная война я так понял опять же нечаянно упал просто спутник не наш упал на это странно потому что я единственный месседж который там читала так на нас там спутник упал но не наш советский на что это меняет почему ваш собственный спутник не может это было бы ироничнее советский спутник на рим спутник упал на рим вы посмотрите как это звучит они кстати сейчас пытаюсь вспомнить и я не помню какой-то роль сюжете вообще играл кроме визуал а там что-то было какая-то катастрофа случилась из-за которой что-то там что-то другое произошло что-то другое именно на для чего то это нужно было не в этом суть мне кажется и вот этот про джунгли господи что-то у меня апокалипсис сегодня он точно такой же был фильмом путешествиям то есть я да ну вот там именно структура как в одиссеи понимаешь только одиссея наоборот не не из дом не домой в ад в этом плане это как раз таки и давала четкую структуру а тут-то я бы даже сказал было путешествие было подлично но тут путешествие в мозг купола они путешествия как жанр да это 3 3 до 3 3 3 3 приглашение подумать вместе с ним это как фильмы этого французского футуриста мне показалось что именно этот французский футурист сильно повлиял в том числе на видение капула того что там он придумал с этим городом мегалополисом да 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 а еще хочется сказать по поводу латышского названия в оригинале это мегалополис они обозвали просто мегаполу но типа мегаполис то есть большая ошибка потому что я не хотел внимания по латышскому потому что вся фишка в том что этот город который он строил это из вечного там какого-то супер но мангалополисом мегалон вибраниум в очередной раз поздравляю обосравшись и надо внимательнее к локализациям относиться на как-то так в общем да и по большому счету то что хочет сказать копола другими словами еще сформулировал мне нравится как это звучит наверное он такой ребята я тут сейчас откинусь но если что присмотрите свой подход к тому как вы строите города и вообще кусаться ему вместе я пошел давай там даже не города про жизнь в целом про жизнь до пересмотрите подход идите в будущее не надо там вот это вот откройтесь нового там самый главный конфликт это между этим цезарем который что-то задумал такое которое может повлиять на жизни и вот это мэром которого тактически мыслит на тему того что город надо строить из стали и бетона не идей но ну да это даже в чем-то и перефраз конфликта отцы и дети есть условные отцы которые на главные традиции все сохранить как есть не нужно ничего рушить вы никогда не сможете построить нового есть дети которые революция все меняется все поменять все революционировать все по-другому будет и прочее то есть эти все утопические мотивы жить сейчас или мечтать потом синица в руке или журавль небе это как биошок или а биошока там кстати тоже было вот с этим с арт-деко который надо это как биошок только без двойного без проблемы это к биошоку который смог да то есть туда утопия который ты все ждешь на утопию ну что вы серьезно утопия ну конечно сейчас в дюстопию все превратится что у нас орды зомби пойдут или еще что-нибудь акунет ребята нет никого подок просто поверьте все будет хорошо все будет хорошо я это знаю знаю наверно больше нечего сказать мы еще можем разных синонимов все чем мы занимаемся например на как опала доносим одну простую мысль которую можно сформулировали давным-давно разными словами периодически да 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 но самое главное что вы вынести вынесите из этого фильма это форца италия или дня gloria рома там рома и терна заговариваемся можно так что давайте заканчивать мой папа выдает о себе знать да в общем спасибо что смотрели с нами этот выпуск возможно вам захочется посмотреть просто оценить что что о чем мы вообще говорим такое если вы не еще не смотрели если вы считаете себя высокоинтеллектуальным зрителем посмотрите дайте нам знать да может быть порекомендуйте что-нибудь другое что посмотрели тоже поговорили об этом дам если есть какие-то предложения мы будем рады джокер 2 разобраться в чем очень желажа на такие дела счастливо пока все давайте увидимся в фильмах кино и так далее господи в мультиках да заходите подписывайтесь это не засвеченная это ламповая сделать все таки разговор до записи потому что мы об этом не поговорили еще судом с которому кастрированию да и было бар митва достоился такой то нет все просто у у нас новый код ну как бы старого выкинули как iphone кошка на месте все дела все хорошо код новые 29 мартовый этого года свежий свежий до 7 7 месячные и в общем то просто он растет уже здорово уже отнимает у кошки все еду ну как отнимает он просто наглый как трактор лишь чтобы у него немножко уверенности в себе подняла чтобы он был не такой уверенный в себе не судя по тому как он ведете после операции он будет вести себя также но он просто не будет писаться по но отмечать территорию он конечно полу домашние полу уличные то есть не полностью домашние но какая-то часть домашностями в нем есть поэтому операция потребовалась ну да выписывают они вонючи 100 рублей на кошка начала свою территорию защищает так сказать садь где-то и мелкий тоже в некоторых местах у них соревнования в общем кошка привыкла за что она живет всю жизнь одна и знаешь вот по кошке очень заметно насколько важны родители в том смысле что ее буквально принесли воспитывали что ее чуть ли не с пипеткой насколько мне рассказывали на рамели то есть просто принесли вот ну так случилось вот и она дикая то есть у нее нет вот это вот по сравнению по сравнению с котом который котенком там четыре котенка было они с матерью были потом когда еще отвозили на время нашего отъезда они там с мамой буквально такого трогательное воссоединение было там они постоянно драгались до постоянно друг другом игрались молодая кошкой котенок такой молодой ну как бы вот но собственно у него есть понятие того как что как дружить с другими котами но и вообще-то сейчас вот а у кошки нету и собственно она такая нелюдимая то есть она выбрала одну хозяйку и все чем кошки до с родителями более дружелюбно чем кошки без родителей но думать но то есть это просто показывает что на уровне на кошках пример того что родители несут очень важную часть позитивного ну или негативного примера для своих детей вот и собственно ну то есть это ролевая модель того какое будущее они себе представляет самая ближайшая и собственно поскольку она сам ближайшая то есть этот как шесть первых лет жизни человека это вот коренным образом определяет его дальнейшую это как стол его жизнь скажем так его же душевного так сказать характера вот так и собственно родители это тоже вот этот база никакие дяди тети бабушки дедушки они не заменят полноценно всего этого сразу как мы с кастрации кота переключились на такую глубину я думаю это влияние мегалополис